Масленицу гамильчане сустракали сегодня на 8 святочных пляцовках. А кроме традиционных мероприемств, таких как викторыны народной гульни и забавы, гостей чекали и сучасное шоу сюрпризы. На пляцовце калялядового палацу все жадающие могли продегуставать блины. Головный символ масленицы. Да их так само пропоновали варенье, мед, сметану и гарачий чай. Почастоваться этими присмаками могли все жадающие. Блины наши солнечные, яркие, вкусные, потому что приготовлены с любовью. Масленицу нельзя не любить, потому что это праздник, который предшествует приходу весны. Поэтому все готовятся с удовольствием к этому празднику. И мы, конечно, постарались. Что за масленица, если блина не попробовать? Блины масляные, блины медовые, блины с вареньем. Всех поздравляю с масленицей. Пусть во всех жизнь будет светлая, как чай, вкусная, как блины. Слава Богу за все, что такие праздники организовывают. На масленицу гамильчане приходили целыми семьями. И каждый находил забавы на властный густ. Дети катались на каруселях и удельничали в разностайных конкурсах. А дорослые могли наведать выставы декоративно-прикладной творчести. И послухать концерт, который проходил на главной сцене. Пришли на масленицу первый раз. Все-таки в осознанном возрасте вишка мой пришел на масленицу. Блины еще пока не пробовали. Сейчас пойдем чуть позже. Надо обойти все. Еще пока вот только пришли. Организация праздника, как всегда, на высоте. Все у нас тут замечательно. Шмат удельников собрал и молочно-масленичный кермаш, який организовали айчинные вытворцы в советском районе Каля Палаца культуры фестивальной. А кроме этого, гостей тут так само чакали конкурсы и викторыны. Одним словом, зиму гомельчане провели весело с песнями, танцами и традиционными присмаками. Завтра же начинается великодный пост. А тому в христианском сенсе сегодняшнее свято присвячается еще дарованню и примиренню с близкими. Этот праздник для того, чтобы люди просили друг друга прощения, чтобы как-то очистить свою душу и порадоваться тем, что Господь простит всех. Татьяна Болгова, Игорь Марышенко, Телерадо и компания Гомель.